Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня вторник, 31 октября, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения, отрывок из послания апостола Павла к Колосиным, глава 2 стихи с 20 до конца главы и глава 3 с 1 по 3 стих. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. Итак, если вы со Христом умерли для стихи мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренно мудрый и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит о десную Бога, о горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем чтение послания апостола Павла к Колосиным и продолжаем следить за полемикой апостола Павла с лжеучителями, которые пытались увести колосских христиан от истинного понимания Бога и от истинного понимания места христианина в этом мире. Итак, начнем с вами с 20 стиха. Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь в постановлении? Буквально вчера мы с вами закончили чтение вчерашнего рядового отрывка, который заканчивался именно этим стихом, где апостол Павел говорит о том, что если вы со Христом, то вы уже умерли для этого мира, и ничто в этом мире не должно тревожить вас. Но вы же считаете, что необходимо жить по тем постановлениям, по тем нормам, правилам жизни, которые установлены именно этим миром. И вы держитесь таких постановлений, которые говорят, не прикасаться, не вкушать, не дотрагиваться. И дальше апостол Павел говорит, что на самом деле это все истлевает от употребления. Пища переваривается, она прекращает свое существование и никоим образом не ведет человека к греховности по заповедям и учению человеческому. Они не дотрагиваются, они не вкушают и не прикасаются, скорее всего, используя часть закона Моисеева, зафиксированного в Ветхом Завете. Ну и, вероятно, на что нам указывает выражение «по учению человеческому» придерживаясь неких преданий, которые сформировались в иудейской общине. И, используя это природание, они формируют тот стиль жизни, который будет соответствовать этим требованиям. А эти требования, они, конечно же, лежат в пространстве этого мира, которого мы избавляемся, когда сораспинаемся со Христом и облекаемся в Него в Таинстве Крещения. «Это имеет только вид мудрости в совомольном служении, смиренно-мудрый и изнурение тела, в некотором неближении о насыщении плоти». И здесь апостол Павел говорит о том, что вот эти колосские лжеучителя, они ставят в первую очередь именно исполнение каких-то аскетических практик, которые они заимствуют из закона Моисеева, как говорится стихами ранее, несколькими, из закона Моисеева и из учения человеческого, то есть иудейского предания, то есть практики исполнения закона. И, конечно же, для колоссин теосовские мировоззренческие богословские взгляды вот этих лжеучителей, вероятнее всего, было сложнее воспринять. Их богословие, как и любое богословие, требует, во-первых, досуга, чтобы человек мог иметь свободное время, чтобы размышлять над этим. И, конечно же, определенного фундамента, определенного знания, как ветхозаветной истории, так и философии. А здесь же идет вопрос о практике. Что нам делать, чтобы спастись? И именно вот в этом, вот в этой плоскости апостол Павел видит большую проблему, нежели проблему богословского характера, хотя он отвечает на все вызовы, которые бросают ему эти лжеучителя. Но, конечно же, большая беда и большая опасность исходит именно из этих практических моментов, которые предлагают лжеучителя христианам. Потому что их легче исполнять, над ними не надо задумываться, им нужно просто довериться. Вопрос идет в доверии этим предписаниям. И здесь, конечно же, апостол Павел усиливает свою аргументацию, усиливает свое внимание и больше, скажем так, посылает стрелы своей аргументации именно в эти болевые точки учения лжеучителей. И это имеет только вид мудрости в самовольном служении. В самовольном, вероятно, они сами самовольно придумывают некие чины, некие чины служения ангельским силам, смиренно-мудрые изнурения и тела. Здесь, вероятно, идет вопрос о неких аскетических практиках, которые имеют крайне радикальный характер, которые носят характер отказа, абсолютного отказа от каких-то продуктов, абсолютный отказ от вкушения чего-либо, в некотором небрежении о насыщении плоти. И, конечно же, он видит в этом угрозу не в том, что люди будут заниматься аскетикой, а в том, что эта аскетика затмит для них Христа, затмит для них Бога, и они будут полагать свое спасение и свое богообщение именно в этих аскетических практиках, именно в этом служении практики, а не служении веры, он видит проблему. И дальше он говорит о том, что на самом деле нам, живущим уже не по плоти и не по законам этого мира, следует искать путь нашей жизни, путь нашей практики этой жизни в другом. «Итак, если вы воскресли со Христом», пишет апостол Павел в третьей главе, «то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога». Этот призыв, конечно же, обращен к ним, чтобы они обращали всю свою жизнь, все свои душевные порывы и всю свою материальную, физическую жизнь именно к созерцанию, к созерцанию Бога, сидящего одесную, Христа, сидящего одесную Бога. «О горнем помышляйте, а не о земном», то есть стремитесь больше размышлять и рассуждать о Боге, о Христе в молитве, а не зарывайтесь полностью в аскетических практиках, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Мы уже как бы как мертвые тела, и ничто в этой жизни не должно нас увлекать от созерцания Христа в Боге, потому что мы уже с Ним погребены подобием смерти через купель крещения, и мы также ожидаем воскресения в подобие того воскресения, которым воскрес Христос. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда мы читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч!